Здравствуйте! Вы смотрите программу «По существу» в студии Татьяны Молоковой. Сегодня у нас в гостях секретарь регионального отделения партии «Единая Россия» в Чувашской Республике Алена Аршинова. Алена Игоревна, здравствуйте! Здравствуйте! Алена Игоревна, на этой неделе «Единая Россия» проводит электронное предварительное голосование. Расскажите, как эта процедура проходит в Чувашии. Татьяна, спасибо, что пригласили, что у вас есть интерес. Я надеюсь, что вы обязательно примете участие в этой процедуре, определите своих фаворитов. То есть, по сути, сейчас предварительное голосование – это процедура, в рамках которой люди, жители республики, определяют кандидатов от партии «Единая Россия» в Госсовет и в Государственную Думу. Процедура проходит по самому открытому типу. Во-первых, заявиться мог каждый стать участником, то есть каждый житель республики мог стать кандидатом в кандидаты от партии «Единая Россия» на два уровня выборов – в Госсовет и в Госдуму. Нужно было всего лишь подать свои документы, подать заявление. Обязательно условие – это справка о несудимости, это принципиальный момент в «Единой России». И при этом записать видеообращение, свою программу изложить и обязательно обращение-визитка, то есть рассказать немножко о своей биографии, жизненном пути. По сути, для нас очень важно, чтобы кандидат, который выдвигается в кандидаты от партии «Единая Россия», чтобы он не принадлежал к другой политической силе, потому что это запрещает федеральное законодательство. Для нас важно, чтобы человек был беспартийным или сторонником партии, или членом партии «Единая Россия». На текущий момент мы выбрали самую открытую модель. У нас идет регистрация выборщиков, и уже началось с сегодняшнего дня голосование. Выборщиком может стать вообще любой проживающий на территории Чувашской республики человек. Даже не важна политическая принадлежность, он может принадлежать вообще к совершенно другой политической силе. Или вы зарегистрировались выборщиком? Да, я зарегистрировалась. Зарегистрировалась, чудесно. Значит, вы прошли этот маленький путь. То есть у вас, во-первых, есть учетная запись в госуслугах. Потому что ранее предыдущий опыт нашей партии показывает, что голосование было обычное. Формировались избирательные участки, были урны, корзины и прочее. Нужно было мобилизовать своих сторонников, приходить. Но на самом деле электронное голосование переводят в отношение онлайн. Поэтому необходимо иметь учетную запись в госуслугах. Второе, нужно зарегистрироваться на сайте pg.er.ru. И там вы нажимаете на кнопочку «Хочу проголосовать». После этого вы переадресуетесь на выбор своего региона. Вы выбираете Чувашскую республику. Вы при этом выбираете уровень выборов, какой бы хотели вы проголосовать. И система запрашивает у вас место регистрации. Для того, чтобы вас верифицировать, что вы действительно проживаете на этой территории. У нас, у Единой России, в партнерах Министерство цифрового развития. У нас есть пакетное соглашение о том, что мы развиваем такой институт, как предварительное голосование. Кстати, есть вероятность, что этот институт станет обязательным для всех политических партий, когда они будут к этому готовы. У нас нет доступа к персональным данным. Это государственная система. Поэтому мы загружаемся туда, просимся, подаем заявление стать выборщиком. И уже система сама проверяет, зарегистрирован ли этот человек здесь. И через некоторое время, максимум сутки, вам дается возможность проголосовать. У нас, во-первых, два уровня выборов. То есть вся республика голосует и на выборах в Госсовет, и вся республика голосует на выборах в Госдуму. В Госдуму у нас есть два одномандатных округа и список. Потому что мы по федеральному законодательству, мы формируемся 50 на 50. У нас есть и одномандатная округа, и есть список. И у нас есть выборы в Госсовет, где у нас 22 округа. Соответственно, исходя из того, где вы живете, вам система даст проголосовать. Выдвинутых по этому округу. Выдвинутых по этому округу. То есть на вашем округе в Госсовет. На список в Госсовет. Еще есть список в Госсовет. И еще одновременно на округ одномандатный в Госдуму. И на список. То есть вы проголосуете 4 раза. И при этом вы можете на предварительном голосовании поставить галочку не только за одного кандидата. Потому что голосование рейтинговое побеждает именно тот, у кого больше всего собрано голосов. Всего на выборы, на предварительное голосование заявилось 220 человек. 153 из которых заявились на Госсовет. И при этом у нас на Чебоксарском округе в Госдуму заявилось 19 человек. А на Канажском округе 17 человек. А на список в Госдуму заявился 31 человек. Поэтому выбор серьезный. И конкурс в Госсовет в среднем получается 7 человек на место. Престижный УЗ. Да, как минимум. Очень много достойных, очень много молодых, очень много известных промышленников в регионе. Очень много авторитетных людей. Молодые люди есть. Есть интересные предприниматели. Есть волонтеры, которые показали себя как раз во время пандемии. Они были рядом с врачами. Организовывали горячее питание для врачей. Доставляли продуктовые наборы, доставляли лекарства. То есть те, на кого можно положиться. Кстати, можно уже как-то предположить, кто является лидером предварительного голосования? Ну, для регионального отделения есть понимание, что лидеры есть. Просто потому, что мы уже проводили социологические опросы. Причем это и независимые социологические опросы. Занимались определенные компании. И мы понимаем, кому люди верят больше. Но хоть это и не подчиняется законодательству, да, то есть мы можем агитировать и говорить в пользу одного или другого кандидата. Но я называть фамилии, наверное, не буду. Но в чем смысл? В том, что у каждого равные шансы здесь. То есть, по сути, на самом деле, это конкуренция, мне кажется, опыта, харизмы, программы. И, наверное, самое главное, это вера в человека, да, в то, что он может это сделать. А вы, наверное, тоже имеете статистику. Сколько человек, в принципе, сейчас изъявили желание стать выборщиками? Да, действительно. Сейчас зарегистрировалось уже порядка 120 тысяч выборщиков. Жители Чувашии. Жители Чувашии. То есть, на самом деле, это очень активно. И, конечно, мы очень рады, что предварительное голосование вызывает ажиотаж. А просто ввиду того, что, на самом деле, мы, как партия, не сможем выдвинуть кандидатом ни в Госсовет, ни в Госдуму, никого, кто не принял участие в предварительном голосовании. Понятно, что получает кандидат, участвуя в предварительном голосовании. Что партия получает в таком случае? Партия получает плюсы в том, что мы находимся, во-первых, в повестке, мы на связи с людьми. И партия предлагает, это единственная политическая сила, которая предлагает выбрать внутри своей партии кандидатов. Мы спрашиваем у людей. И вот это плюс, потому что партия имеет прямую связь. По сути, партия – это наши депутаты, это наши кандидаты. Как они имеют связь с людьми, как люди удовлетворены работой своих депутатов или кандидатов. Вот это и есть политический баланс, политический ресурс партии. Алена Игоревна, предварительное голосование будет идти с 24 мая, с понедельника, по 30 мая, практически неделю. Дальше что будет? Да, сегодня началось наше предварительное голосование. Мы проходим вот эту точку 30 мая вечером, после окончания дня. Мы подводим итоги. То есть мы получаем результаты из центра, выгрузку. То есть мы не видим, кто голосовал, во-первых. То есть это деперсонализированные данные, потому что все в госуслугах. Нам фактически идет выгрузка уже в рейтинге. Кто, на каких местах, за кого сколько. Региональный оргкомитет повлиять не может. Он утверждает результаты. И после этого передает результаты президиуму регионального полицовета. То есть мы утверждаем эти результаты уже как список кандидатов. То есть мы утверждаем лидеров. Те, кто получили наибольшее количество голосов. И передаем на съезд партии «Единая Россия», которая состоится 19 июня в Москве. Чувашские делегаты будут направлены после региональной конференции, которая состоится до съезда. Это, скорее всего, будет начало июня. И после этого мы уже работаем фактически с кандидатами. Мы их выдвигаем. И работаете до выборов 19 сентября. До выборов, да, 19 сентября. Спасибо большое, Алена Игоревна. Спасибо большое за беседу. Я напомню, что сегодня мы говорили о предварительном голосовании «Единой России», который стартовал сегодня, 24 мая, и еще продлится до конца недели. У вас есть возможность принять участие и выбрать достойных кандидатов в Госсовет и в Государственную Думу Российской Федерации. Спасибо за внимание. До свидания. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова